всем привет сегодня такой внезапный спонтанный обзор на пылесос названием вертикальный пылесос kitford kt 509 я даже не знаю зачем я это делаю анбоксинга не будет так как пылесосом распакован его заказала у меня жена и стоил он для тех кто не верит вот чек всего 590 рублей в м-видео когда это услышит меня первыми что какой пылесос за 590 рублей тем более она сказала что он вертикальный а вертикальные пылесосы которые я смотрел ранее они были в основном на аккумуляторах и ценой от 4000 это рублей я такой блин за 590 что это вообще должно быть но когда я пришел в магазин забирать его и увидел что он благо оказался не на аккумуляторе он вот проводной на проводе и одна единственная кнопочка в ковыка у него есть да и хорошо что он был не на аккумуляторе на самом деле потому что ну блин за 590 рублей если что-то будет на аккумуляторе то это будет очень дохлый аккумулятор так как нормальные аккумуляторы стоят дороже этого пылесоса а во вторых ну мощность всасывания там вообще никакая была бы ну ничего я забрал этот пылесос проверил он работает включается поднес руку в принципе засасывает неплохо как среднем мощностные так скажем пылесосы другие вот комплект у него вы видите какой вот здесь собственно щетка самая простенькая не turbo ничего вращающегося тут нету на помимо колес понятное дело самая простая щеточка вот такая вот насадка прямоугольная сам пылесос непосредственно и ручка к нему ручка вставляется вот в такой вот интересный паз и защелкивается вот этой самой крышечкой вот собственно он в полусобранном состоянии если установить сейчас насадку он будет в полностью собранном состоянии он вот так вот даже стоять умеет на стандартной щетке забрал я его как бы первым делом попробовал по пылесосе в принципе обыкновенный пылесос пылесосит довольно неплохо за такие деньги более чем неплохо и отрабатывает на себя на все сто процентов даже если он стоил бы чуть дороже там не знаю все что меньше тысячи он отработает вы будете им полностью довольны могу показать как он работает например у моего компьютера четко видно пятно от пыли в месте расположения вентилятора вот час вот этим пылесосом попробую его убрать принципе он справился на отлично ранее мне приходилось снимать вот эту переднюю панель и я ее зачем-то мыл сейчас догадался пылесосом ее пропылесосит ну и в принципе она нормально вычистилась он даже видно вентилятор там как говорится в любом товаре есть недостаточки недоработки этот товар их не решен первое что мне бросилось так скажем в глаза или даже не в глаза в ощущении если можно это назвать при использовании совместного с этой длинной ручкой крайне не хватает кнопки выключения где-то на ручке потому что основная часть пылесоса находится внизу единственная кнопка включения выключения находится внизу поэтому приходится до нее тянуться включать выключать вот сделали бы единственный разъемчик вот в этой части и повторили бы этот выключатель здесь вообще бы не было никаких претензий все бы было шикарно и второй момент вот это насадка в принципе она наверно полезная но было бы больше пользы если бы сделали такую насадку переходник вот с этого квадратного отверстия на корпусе на стандартную круглую трубу почему потому что есть всякие различные приспособы использующий пылесос например вот такие штуки вот такие вот и собственно ради них приходится далеко не убирать старый пылесос и поэтому видимо я на 3d принтере может распечатаю переходник либо еще что-то сделаю если захочу убрать все-таки старый пылесос глаз но пока пользуемся вот этим как основным тот далеко не убираем для таких агрегатов ну что еще в целом сказать про данный пылесос в принципе жена им довольна жена пользуется тем более у нас нет каких-то ворсовых напольных покрытия убирать ламинат им его хватает более чем в общем если цена позволяет если она меньше тысячи рублей например да по акциям если она близко к 500 600 это вообще просто супер вещь которая полностью отработает свои деньги вот что хотелось сказать всем спасибо до свидания